В эфире «Народная волна Чикаго». «Народная волна Чикаго». Слушайте нас ежедневно. С нами работайте. Вместе с нами отдыхайте. Приветствуем вас, дорогие чикагцы. Из токов этого радио стояла легендарная такая радиоперсона Марта Борисовна Литосона. Эта идея пришла ей в голову. Мы начали в 2003 году. В Нью-Йорке в свое время существовало радио, которое называлось «Народная волна». И по договоренности с нью-йоркским радио мы пускали фидинг от них и просто вставляли местную рекламу. То есть ничего на самом деле не было. Мы ничего не делали. Я сидел, нажимал кнопки. Вовремя нажать кнопку, чтобы пошла реклама, вовремя запустить. И только начали мы работать в ноябре, а в июне месяце «Народная волна» в Нью-Йорке изменила сетку вещания. Мы выходили в эфир, по-моему, с двух часов дня и до заката солнца. Так, есть такое понятие «Daylight Station». С июня месяца они выходили в эфир с шести утра и до десяти, по-моему, утра. А мы выходили в эфир в два часа дня. Таким образом, нам в эфир пускать было нечего. И превозмогая страх перед микрофоном, перед аудиторией, мы вынуждены были сесть к микрофону. Это был я и Гриша Вагнер. И начать о чем-то говорить. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете «Радио Народная волна». Таким образом, никогда не вещая, не представляя себе, что это такое, мы вынуждены были этим заняться. То есть говорить, общаться, рассказывать, сообщать, говорить о каких-то процессах происходящих. Ну, все это было, так сказать, много лет назад. Опыт, опыт той жизни. Соответственно, и программы, и разговоры наши были, крутились вокруг того, что происходило в Советском Союзе. Какие-то воспоминания, в общем, о чем-то из прошлого. А потом стал больше читать, больше смотреть, больше слушать. Мне выяснилось, что проблем и у нас здесь хватает. Таким образом, мы стали потихоньку, помаленьку говорить о политике. А потом к нашей команде стали подключаться разные ведущие, разные политологи, комментаторы. У нас замечательные люди работают, великолепные обозреватели. То есть у нас собралась довольно приличная команда. И, конечно, большой находкой для нашего радио, для русскоязычной общины был Виктор Вольский. Ныне, к сожалению, покойный. Наш эфир продолжает встреча с политическим обозревателем Виктором Вольским. Здравствуйте, Виктор. Добрый день. Человек энциклопедических знаний. Человек, много лет проживший в Америке. Я позволю себе процитировать его о том, как он видел себя в этой профессии, в этой жизни. А прогрессивное мировоззрение во всех своих ипостасях стоит на фундаменте тотальной лжи и словно ядовитый ночной цветок распускается только во тьме дезинформации. Свет истины для него смертелен. Разоблачать ложь и лицемерие в меру моих скромных возможностей в этом я вижу свою миссию. Это Виктор Вольский. И мне хотелось бы верить, что я в какой-то, хоть в какой-то степени являюсь продолжателем этой миссии. В истории нашего радио были и печальные события. Мы же ведь не все время вещали на частоте 14.30, мы были на 850, на 750, и на 12.40 долгое время были. Там с нами приключился такой вопиющий случай. Избрали президентом Барака Обаму и очень широко и остро обсуждался вопрос Обама-Керр. И, конечно же, этот вопрос касается всех, всех наших радиослушателей, каждого из нас. И во время одного из таких обсуждений нас буквально просто выключили из эфира и пустили какую-то музыку. Оказывается, администрации, менеджменту станции не понравилось, тон, которым мы говорили об этом новом законопроекте. Они не могли смириться с тем, что мы критически относились или обсуждали законопроект, который, так сказать, знаковый для президента Обамы. После этого мы поставили перед собой задачу перейти на какую-то другую станцию, потому что это невозможно, когда тебя пытаются контролировать. При том, что у нас провозглашена свобода слова, и первая поправка Конституции нам гарантирует свободу слова. Это одно из печальных событий. Были великолепные встречи. У нас в студии были такие гости, как группа адвокатов, которая защищала, скажем, Михаила Ходорковского в России. У нас были великолепные спортсмены. Яков Стрельчин приводит периодически. У нас бывали разные артисты. Вениамин Смехов и Гладков, автор и исполнитель. А где-то по дальним дорогам придут носомот с бегерогом. Там елки стоят, как светелки. Под ними лежат хихиголки. И ждут нас три друга убора. Забава, потеха, умора. Вот это второй фильм. Известный баскетболист Хряпа. Яков Стрельчин, я. Он у нас в студии был. Что-то будут все наши друзья во время разных мероприятий. Доктор Ноно в свое время очень гремело. А вот там небольшая фотография. Так, бывший конгрессмен 10 округа, бывший сенатор штата. Нойс Марк Кёрк. И Хилл Бродский делал вот такие сувениры. А это я на фотографии. Нацепен Сергей Александрович. Конно-моторный отдел Всемирного Союза Меча и Орала. Так, здесь написано. За выдающиеся успехи в производстве народной волны с помощью орала. «A century of failure proves nothing». Тут мы празднуем одну из годовщин. Одну из годовщин нашей. Это у нас есть тут ветераны. Наши. Десольтники. Подари мне это, подари. А этот кем-то мне подарил Алекс Басов. Ну, это удочка. Зимняя. Это мое хобби. Рыбанка – это мое хобби. Причем такая страсть. Я бы даже ее назвал страстью. Вот эта книга – подарок от Еврейского национального фонда. В прошлом году я ездил в Израиль и посадил там дерево. Уникально, удивительная страна. Это единственная страна, которая отвоевывает территорию у пустыни. Во всех других странах происходит обратный процесс. Пустыня отвоевывает земли у государства. И только Израиль. облагораженная пустыня отвоевывает у нее территорию. Так что, у меня есть подтверждение, что я посадил дерево в Израиль. Надеюсь, что оно выросло. Это такое, как бы, благодарственное письмо Коккаунти-трешеру Марии Папас. Это наш вклад в дело развития нашей общины. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, главное, нет. Главное, нет, надо. Главное, это преданность наших слушателей, которые с нами уже много-много лет. А еще, очень важно, это наши спонсоры, наши рекламодатели, которые с нами, действительно, поддерживают нас на протяжении многих лет. но нам все очень помогают им, чтобы их бизнес развивался. И интересно общение с нашими радиослушателями. Это простые, обычные люди, которые нас слушают, которые беспокоятся о том, что происходит в стране, которые с интересом относятся к тому, о чем мы говорим. Причем, не всегда согласны. У нас есть оппоненты, которые иногда корректны, иногда, мягко говоря, не очень корректны. Против нас устраивались всевозможные кампании и провокации по идеологическим соображениям. Кому-то не нравится наш консервативный взгляд на политику. Станции должны быть разные. Точки зрения должны быть представлены различные. Но методы соревнований, так сказать, методы конкуренции должны быть честными, без грязных приемов. Это мое убеждение. Так что мы уже существуем, наверное, 16 лет. Ну а сейчас наша аудитория с учетом интернета, с учетом YouTube расширилась просто безгранично. Много слушателей, которые, скажем, работают дальнобойщиками, что называется. Для них мы сделали специальное бесплатное приложение для айфонов. То есть, они могут скачать это бесплатное приложение и нажатием кнопки включить радио и слушать в любой точке земного шара. Если у людей есть дата на телефоне, они вполне могут выйти на наш веб-сайт, то есть через браузер radio-nvc.com и то же самое там постоянно идет трансляция прямая всего, что происходит в нашей студии. Так что наши слушатели, кто вынужден по любым причинам или в отпуск, или в командировку, они тоже всегда с нами. В информационном пространстве доминирует левая, если не сказать, марксистской идеологии, в том числе и в русскоязычном пространстве. Может быть, поэтому наше радио пользуется такой популярностью радиослушателей, потому что это иная точка зрения. И я призываю всех слушать, о чем мы говорим, быть в курсе дел. Мы пытаемся действительно нести правду. Не пропаганду, не левую пропаганду, которая доминирует в информационном пространстве, а консервативную, патриотичную точку зрения. Присоединяйтесь к нашей многочисленной армии наших слушателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok